Ага, все-таки Yamaha есть, то есть поставки идут, нет? Да, действительно, на самом деле поставки идут, но идут уже от наших же клиентов. То есть также наш салон может помочь с реализацией техники. То есть мы выставляем этот цикл на комиссию и стараемся активно помочь ее продать. А есть ли у вас трейдин, приехал на старом, приехал на новом? Трейдин у нас есть, действительно у нас есть. Все это у нас происходит через сервис. Мы проводим сервисную диагностику и предлагаем цену, за которую готовы выкупить ваш мотоцикл. Или учесть в зачет нового. Так, у вас также представлены здесь расходники. То есть купил у вас технику, можно и приезжать за расходниками. Да, действительно, у нас хорошо развит отдел запчастей и принадлежностей. То есть мы в основном стараемся держать самые ключевые расходные материалы на все бренды, которые мы предлагаем в нашем магазине. Самое популярное это лапки переключения передач и лапки тормоза на эндуро-мотоциклы. Ну, потому что мы их постоянно ломаем. Да, да. Также у нас можно приобрести и все технические жидкости. То есть это масла моторные, масла трансмиссионные, смазки. Все это в наличии. Стараемся держать в полном объеме. Ну и также у нас есть доп. оборудование, чтобы превратить любую лодку в дом вашей мечты. Нас пустили в святая святых в мастерскую мотосалона. Вот главный по мастерской. Игорь, знакомьтесь. Добрый день. Тут, конечно, все очень пафосно получилось. Святая святых, главный. Значит, так. Мы один из немногих салонов в стране, насколько я знаю, у которых такая большая сервисная мастерская. Такой большой штат механиков. Тем более, что у нас ребята очень квалифицированные. Пока у нас были активные господа из Ямахи, мы успели пройти все уровни обучения по техническим. Там называлась техническая академия Ямаха. Значит, наша сервисная мастерская специализируется практически на всех видах техники, на которых можно отдыхать. Мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, лодки, лодочные моторы. Есть у нас уникальные вещи, которые мы делаем, мы только одни. Я могу свой мотоцикл, правда, марки Кавасаки, загнать в ваш сервис? Совсем недавно у нас ремонтировался ИШ. В прошлом году мы восстанавливали Урал. Зимой мы ремонтировали Буран в снегах. Единственное, что это, конечно, сейчас занятие такое. В общем-то, опыт есть работы со всеми видах техники. Начиная от Харлеев и заканчивая. Мы делали Альфу. Альфу ремонтировали в прошлом году. Мопед Альф. Единственное, что, конечно, с Альфами возиться немножко неблагодарное получилось. Неблагодарное, точнее. Я думал, Альфы не ломаются. Они ломаются. Причем ремонтируешь, они снова ломаются. Но это нормально технически. Значит, пойдемте посмотрим. Идем. Мы одними из первых начали заниматься шиномонтажом со специализацией на мотоциклетную тему. Сейчас в городе есть выбор. Но мы продолжаем. Зато у нас есть люди, которые... То есть это оборудование заточено именно под мотоциклетные колеса? Да, там больше авто нет. Оборудование, в общем-то, обычно, как и автомобильное. Есть дополнительное оборудование, которое нужно на него поставить, чтобы работать с мото колесами. Самое главное, знающие руки, вот это самое главное здесь. То есть даже не оборудование. Не мозги. Да. Значит, видите, мы занимаемся мототехникой, поэтому у нас подъемники, они, собственно говоря, специализированы для мототехники. Не универсальные. То есть здесь же возможно ремонтировать и снегоходы, и квадроциклы, собственно говоря. Есть тоже дополнительное оборудование, которое для этого приспосабливается. Сейчас вот стоит Avantis на подъемнике. Ну, это расширенная предпродажная подготовка была, скажем так. А, то есть это предпродажная подготовка, да? Да, то есть тут полностью практически перебрались мотоцикл. Ну, как захотел человек. То есть Avantis ребята неплохие, но руки приложить просят. Тут вот более серьезная техника. Но лучше брать, конечно же, хоскварно. Да, хоскварно, да. Вот, ну, если у вас есть деньги. Как и любой дорожной техники, у нее приходит момент углубленного обслуживания. В частности, приехали клапана. То есть замерили мы на очередном ТО зазор клапанов. Надо регулировать. Тут, как у всей европейской техники, все не просто так. Все делается через разбор половины двигателя. Просто через это дело получается только добраться до выставления металли. А, поэтому разобрали, да? Для того, чтобы клапана отрегулировать. То есть мы уже зазор замерили, поняли, что у нас выхлопные клапана ушли на единичку. Теперь нам надо добраться, чтобы выяснить, какие там шайбочки нужны регулировочные. И, соответственно, заказать шайбочки. И цепь ГРМ тоже, наверное, будете менять? Нет? Нет. То есть она все нормально. По пробегу еще весьма рано. И, судя по состоянию натяжителя, тоже еще не требуется совсем. Состояние самой цепи тут еще, как бы, ну куда. Ну да. Все очень неплохо, как бы. Ну, и мы знаем по пробегу еще этого мотоцикла конкретно. Он у нас покупался. Что... Да нет, рано еще. ГРМ еще рано. Соответственно, все обслуживание сделаете, да? Уже осталось только... То есть уже сделано все, кроме только клапанов. Все остальное уже сделано на мотоцикле. Он приехал сюда с гусеницей, то есть в комплекте Snow Rider. Мы уже его на лето переставили, то есть встали колеса, гусеницу сняли. Гусеничные комплекты где-то у нас стоят отдельно. На улице стоял. На улице стоит второй мотоцикл, такой уже еще с гусеничным комплектом. Того же хозяина, кстати. У него два мотоцикла с гусеничными комплектами. Нормально. Вот. Ну, там лодки. Сейчас перед открытием навигации, естественно, как бы, самый гон по лодкам. То есть на обслуживание очередь, наверное, стоит? Сейчас, да. Ну, вот Максим Надевич у нас приезжал, приезжал. У него просто ошибка. То есть для этого требовалась компьютерная диагностика, которая у нас есть, чтобы ошибку снять. Потому что так просто она на новой технике уже с скидыванием клемм с аккумулятора не снимет. А, не работает это. То есть нужно завесить диагностическим специальным прибором. Ну, то есть ошибка показала просто какой-то глюк, да? Нет, это он при консервации просто крутили мотоцикл без свечек. Ясно. Ну, и, соответственно, вот еще какие огромные катера у вас стоят. Это он только в боксе, кажется, огромным. На самом деле это не такая же большая лодка. Да. То есть это как бы лодка в наших условиях. Вот такой размер лодки самый комфортабельный, наверное. Ну, в условиях наших водоемов такая длина. Ну, естественно, как бы более удобные, чтобы поднимать, спускать и транспортировать меньше размера лодки. Ну, по лодке всегда очень важно правильно определить, что вам нужно. Для каких целей она? Да, потому что они далеко не универсальные. Для техники. Мы всегда смотрим, конечно же, на размер и на мощность движка. Да, ну... Чем это больше, тем нам хочется. Нет, на самом деле, когда опыт есть небольшой по воде, передвижение, там вы начинаете для себя знать, что вам надо рыбачить, отдыхать с семьей, с друзьями. Вот, кстати, модуль. Да. Зима. Да, это гусеничный комплект, который демонтируем. Это тестовый наш гусеничный, кстати, у нас есть для того, чтобы знакомить людей с этим делом. Ну, вот я в чемашуре, значит, на нем катался. Да, да. А вот колеса, которые будут поставлены на ВР-ку, которые там на улице стоят. ВР-450, да? Да, на котором сейчас гусеничный комплект, мы его будем переставлять. Ну, вот как раз... На лето. Такой модуль на 450, он едет. Если ставить его на 300-ку, это скучное, унылое занятие. Ну, все ведь это... Они же разные есть. Там есть разная длина гусеницы, разный грунтозацеп. Вот у нас же есть прокат, где они поставили самый маленький грунтозацеп. Вот, самую короткую гусеницу. Для проката, да. Куда-то в сугроб лучше не заезжать. Лучше не суваться. Спасибо, Игорь, за экскурсию. Не будем отвлекать вас от работы. Приезжайте только вот в сезон, записывайтесь, пожалуйста, заранее. Заранее, да. Иван, вообще, с уходом западных брендов, а в частности, ну, такой якорный, наверное, у вас был продукт, как Ямаха, что-то отразилось на вашей работе, на приток покупателей, объем продаж? Я скажу, со своей точки зрения, то есть, как менеджер торгового зала, объем работы у меня не поменялся. Он такой же наплывами сезонности. То есть, начиная с весны, это мотоциклисты, продолжая к осени ближе. Это уже больше эндурасты, зимой это снегоходная экипировка. То есть, с моей стороны, у меня все прекрасно. Работы хватает. Работы хватает. Ясно. По мотоциклам, у вас, я как понял, мультибрендовый сейчас салон. То есть, получается, вы возите и Watch, и Avantis, и Wells. То есть, все можно у вас заказать. Да, конечно, мы являемся как не только официальным дилером, но и официальным сервисом этих мотоциклов. То есть, покупая мотоцикл у нас, вы его можете обслуживать прямо здесь и у нас, буквально вот здесь за воротами. То есть, нигде в других местах у нас нет каких-либо точек, что по Удмуртии, что в городе. У нас магазин и сервис, все здесь. Очень удобно. Спасибо за экскурсию. Всего доброго. Всем пока. Что у них есть, что они продают, что представлено в мотосалоне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!